Приветствую всех любителей игры миллионов на своем канале Футболсан. Представляю впечатление про четвертьфинал Лиги конференций UEFA 2023-2024 Лиль-Франция-Астонвилла-Англия. Первый матч выиграла команда из Бирмингема. Так что хозяевам нужна была победа и лучше с разницей в два мяча. Один был забит уже на пятнадцатой минуте, когда Юсуф Языджи красиво вогнал мяч в дальний угол ворот. Трибуны, которые и до этого не молчали, начали выдавать еще большие децибелы. Лиль повел 1-0. Удвоить преимущество хозяева могли на двадцать пятой минуте, когда после сильного навеса. То ли был удар в упор, то ли мяч сразу попал в лицо голкипера Астонвиллы, который выпрыгнул на перехват. В любом случае Мартинеса откачивали от нокаута мячом. Плюс ко всему в этом моменте травмировался Николас Заньоли и наставнику Вилланов Унай Эмери пришлось сделать вынужденную замену. Морган Розерс вышернул на поле. Градус противостояния зашкаливал, что еще в первом тайме судья шесть раз доставал желтые карточки, по три на каждую команду. Причем предупреждение получили оба тренера Пауло Фонсека и Унай Эмери за свою несдержанность. Плюс голкипера Астонвиллы Эмилиано Мартинес за то, что долго не водил мяч в игру. Но это не была затяжка времени. Таким образом, аргентинец злил трибуны, которые относились к нему очень негативно. Вспоминаем, кто защищал ворота сборной Аргентины в финале крайнего чемпионата мира, который проиграла Франция. Астонвилла могла отыграться на 56 минуте, но защитник Метти Кэш, оказавшись по правому краю штрафной Лиля на ударной позиции, в ближний верхний угол не попал. И это первый удар поворотом Вилланов. Были и другие, но они в статистику не попали из-за офсайдов. И что интересно, мячом больше владеют гости, а забивают хозяева. На 67 минуте после подачи углового капитан Лиля Бенджамена Андре выше всех во вратарской взлетает на мяч и затылком отправляет его в дальний верхний угол в 2-0. А это уже по сумме двух встреч. 3-2. Первый удар в створ ворот Лиля нанес все тот же поляк Кэш издали на 83 минуте. Люка Шевалье потянул и тут же второй после подачи углового снова голкипер Лиля на месте. На именно после ошибки Шевалье на выходе, когда выпустил мяч из рук, круглый после ударов защитника отлетел до Кэша, который вложил всю свою злость и мощь в удар 2-1. 87 минута. Шагаем в экстра тайм. На 100 минуте Шевалье дважды подряд, спасая Тиль от верного гола, не успел отбить один мощный удар, как тут же пошел второй головой на добивании. За этот момент своего коллегу даже Мартинес похвалил, когда менялись полями перед вторым экстра таймом. И не зря, так как на последней 120 минуте Шевалье отразил ногой удар Джона Дюрана почти в упор. Серия пенальти. Первые гости. Телеман сточен. Мартинес потянул удар от Бен Талеба и начал цирк с трибунами. Палец ко рту, что-то там кричать, руками махать. За что получил желтую вторую, но не удаляется. Уоткинс, Дэвид, Кэш, Гомец пробивают без шансов для вратарей. А вот удар Бейли тянет в левом от себя углу Шевалье. Кабела, Дуглас Луис забивают. Последний удар Андре парирует Мартинес и своими радостными движениями начинают снова злить трибуны. Только вот болельщикам Лиля нет до проделок аргентинского голкипера Остонвиллы. Они все в слезах от мала до велика. Болеем за наши команды. С вами был Саныч. До новых встреч.